Итак, что сделано за первое полугодие? Податок. Чтобы было понятно более-менее, чем все-таки занимался Кенеш все это время, и наша организация, и вы в том числе вместе с нами. Значит, 11 января, это только 13-й год, вот это первое полугодие, опубликовано и распространено открытое обращение Народного фронта к делегатам 5-го полутая и ЦИК полутая с призывом публично объявить о роспуске 5-го полутая и его медицинс, а также публично объявить о созыве Народного фронта и новых принципов. Если вы помните, это был принят документ, и я буквально в прямом эфире на передаче «Гравитация» вручил этот документ члену Центрального избирательного кома тогдашнего Арбат Лейнвера. 30 января состоялось первое официальное заседание Совета представителей при президенте Украины, где председатель Кенеша Милиферка был избран заместителем председателя Совета представителей. 1 февраля Альмир Самодинов, Редван Касаев, Лину Русманов участвуют от Милиферка в заседании круглого стола в Белогорске по увековечиванию памяти Абдурищита Медьева. 6 февраля председатель Кенеша выступает в передаче на смыслах против Османа Пашаева. Важные вопросы о работе Совета, работе Милиферка, о целях и задачах организации. 12 февраля было дано большое развернутое интервью председателю Кенеша телеканалу информационного агента аргумента недели Крым опять же о работе Совета представителей и Меджлиса. 20 февраля Верховная Рада Автономной Республики Крым по инициативе, по той работе, в том числе, которую проводил и Милиферка, и Народный фронт, и Совет к тому времени Верховный Совет Автономии принимает обращение к президенту Украины с просьбой об инициировании пролонгации бешкейских соглашений как результат той деятельности. 28 февраля небезвзвестное выступление председателя Кенеша против Рефата Чапарова и Артема Чайгуза в передаче «Гравитация», когда была впервые совершена хулиганская выкладка со стороны активистов Меджлиса в отношении нашей команды, прям в студии телевидения. 6 марта состоялось второе заседание Совета Представителей, на котором я представил план работы Совета Представителей по узаконению земельных участков на полян протеста до конца 2014 года, который охватывает 12 500, предполагает выдачу земельных решений, решений по выдаче земельных участков на 12 500 участников этих полян протеста. 23 марта Восфер Дураимов и Нитим Вилеляев принимают участие в научно-практической конференции украинского выбора на тему народовластия, права народа на учредительную власть и непосредственное управление государственными делами через возвращение и местные референдумы в плане, так сказать, установления связи с другими общественными структурами союзных отношений. 24 марта состоялось третье общенародное собрание Крымских татар, организованное Мирю Мерку, в поддержку Совета Представителей и предложение того, как проводить граунный митинг 18 мая. Нами было тогда предложено, чтобы этот митинг проводился оргкомитетом Совета Министров Австономной Республики Крым, который возглавлял на этот момент Могилев. 25 марта Представитель Кенеша Мирю ФРК был включен в состав земельной комиссии Совета Министров Австономной Республики Крым. И в настоящий момент я являюсь членом этой правительственной земельной комиссии, имея возможность каким-то образом предлагать те или иные решения о выделении земли на самозаплата. 27 марта Представитель Кенеша принял участие в митинге Сибата, где вручались первые 89 решений по выделению земельных участков под первый этап работы. Могу сказать, что на сегодняшний день после запуска работы Совета Представителей с февраля месяца по июнь месяц было выделено в натуре на руки более 3000 решений о выделении земли в Симферополе и Симферопольском районе. Это район Луговое-2, это Петровские высоты, это Марьино, это Чистенькое и другие локальные участки. 10 апреля Представитель Кенеша во главе делегации Совета Представителей провел встречу с главой Белогорской райгосадминистрации и заместителем главы Белогорска по вопросу увековлечивания памяти адресчета Медеева по проведению 20-летию Бикира Чубана Загдея, по которым было принципиально решено проведение общественного слушания по этому вопросу, которые были проголосованы городским советом после этой встречи. 12 апреля застоялось заседание Совета Представителей при Президенте, на котором с вопросом о проведении травмных мероприятий 17-18 мая в Симферополе выступил во свет героиня. По предложению Милиферка и Народного фронта Совет обратился в правительственный оргкомитет с предложением провести травмный митинг 18 мая с силами оргкомитета и Совета Представителей. Эту позицию на заседание оргкомитета дважды 26 апреля и 13 мая доложил председатель Совета Представителей Ленин Зазиев. Но, как известно, наше предложение правительство отклонило и получило резолюцию с требованием отставки председателя правительства. 19 апреля Абдураимов во главе делегации Совета Представителей при Президенте участвовал в заседании Новоалексеевского постсовета, это Геннический район Херсонской области, на котором единственный совет, на котором крымско-татарский язык официально получил статус регионального языка на территории этого совета. Составилась встреча с главой администрации Геннического района и главой Новоалексеевского постсовета по вопросам удовлетворения культурных потребностей крымских татар, проживающих в районе и сотрудничестве Совета Представителей с местными властями. То есть, благодаря тому, что председателем Геннического района Совета является член Совета Представителей, Неми Тулаев, известный наш представитель, удалось провести вот это решение в Совете, где из 45 человек только 6 депутатов крымских татар. И все, практически, ну, заслужим отдельно представители других национальностей, партии разные, проголосовали за этот вопрос. То есть, по отношению к языку у других национальностей, у других партийных структур антагонизма нету. Нужна просто политическая воля и, естественно, грамотная и лоббинарные эти вопросы на всех уровнях. 22-26 апреля Васвел Дураимов с председателем фонда Батангарса Отечествен находился с делегацией в Казахстане, в Астане, где приняли участие в Ассамблее народа Казахстана, на которой я выступил и обратился прямо непосредственно обратился к президенту Казахстана с просьбой поддержать инициативу Украины по провагации бишкекских соглашений и об участии Республики Казахстан в вопросах возвращения и обустройства наших соотечественников. В составе встречи с руководством Центра культуры Турецкой Республики в Казахстане Татаро-Башкирского Азербайджанского культурного центра делегация была принята в офисе правящей партии и установлены прямые тесные связи с правящей партией Казахстана были в посольстве Турецкой Республики и приняты в посольстве Украины Республики Казахстан 5-12 мая Мелиферка совместно с СССР АРК приняла активное участие в организации проведения праздников Хадерлес по Крыму 10 мая Мелиферка принимает и публикует заявление о своем неучастии в митинге 18 мая отданное крымскими властями на отпуск МИДЖИС 15 мая Совет представителей по инициативе Республики Казахстана принимает обращение к президенту с просьбой о созыве Совета представителей с участием главы государства для обсуждения стратегических вопросов как-то принятие закона о реабилитации крымско-карского народа о пролонгации пешкетских соглашений о финансировании программ возвращения обустройства крымских руках и реализации закона о региональных языках в автономной республике Крым до сих пор, до сих пор, после того как фактически прервались взаимоотношения Совета представителей с республиканскими властами Совет вынужден был сделать такой шаг обратиться на прямой главе государства президента но к сожалению до сегодняшнего дня никакого ответа и привета от главы государственного инициативу Совета официального Совета и его Совета до сих пор нет 22 мая Минифета обращается к президентам Российской Федерации, МИДу Российской Федерации посольства Российской Федерации в Украине президента Украины и МИДУ Украины это за два дня за два дня до того скандального митинга который Минжрис проводил возле конскольсуса мы за два дня до этого приняли это заявление с резким осуждением господина Андреева и снятием с его должности и в тот же день этот документ лежал на столах у всех этих руководителей и на следующий же день, за день до митинга, который уже проводился по сфактам, вопрос о снятии Андреева был решен 22 мая, опять же в этот же день 22 мая так получилось, что я и Халилов находились в Киеве и там же в УНИАН, форум агентства УНИАН мы приняли участие в заседании круглого стола на тему тюркских фактов, чего хотят коренные народы в Украине по результатам этого круглого стола было принято решение о проведении осенью 13-го года в Крыму конгресса тюркских народов Украины но опять же все зависит от нашей способности и возможностей то есть все диаспоры тюркских народов Украины, за исключением узбекской диаспоры готовы поддержать и принять самое активное участие в этом форуме если мы сумеем его собрать и провести мы, если все умеем, они приедут и поддержат нас 25-го мая активисты Милиферка совершают 8-е уже по счету традиционное восхождение на вершину Чатандаху 53 члена организации поднялись, помолились Всевышнему за наш народ, за нашу Родину, за нашу будущую государственность 1-го июня Милиферка совместной ассоциации Татар по Волжии и Дель активно участвует в организации и проведении праздника республиканского праздника Сабантуй в Симферополе с приветствующим словом к участиям нашим братьям татарам выступ председателем Милиферка Василья Бурейна Милиферка Василья Бурейна